Здравствуйте! Меня зовут Никита Демидов, я шеф-повар ресторана Le Courage в городе Санкт-Петербург. Сегодня мы с вами будем готовить два блюда. Первое это салат с креветками в медовой горчичной заправке и запеченная цифровая капуста с грибами и с грибным соусом. В профессии я уже лет шесть примерно, поработал поваром немного и вот уже года четыре шефом работаю. Начинаем мы с салата. Для этого нам понадобится картофель baby маленький. Его нужно будет немножко помыть. Сейчас мы это сделаем и начнем немножко подваривать. Затем мы его будем обжаривать перед тем, как собирать салат. Но для этого нужно, чтобы он немножко приготовился. Иначе он будет сырой, а сырой картофель, как известно, не самая вкусная вещь на свете. Закидываем его в кастрюльку. Включаем нашу чудо-плиту. Закинем картошку. Пока у нас будет картошка готовиться, мы займемся креветками. Вот такие вот креветки от фирмы Novomar, которые мне предоставила фирма Метро. Доставили его сегодня, соблюдая все требования безопасности. Поэтому, если что, пользуйтесь доставкой Метро. Они очень оперативно и очень вовремя все делают. Вот креветки у нас в панцирях, поэтому их нужно будет зачистить. Совсем немного. Вот. На порцию салата я возьму примерно, ну давайте штучек 7, чтобы не было там вопросов, почему салат с креветками так много креветок. Зальем их немножко водой, чтобы у них лез в панцирь побыстрее. Вот. А пока наши креветки стоят и отходит такая льда, которыми они покрыты, мы немножко переберем рукаву. Она здесь замечательная в принципе, хорошая. Ее надо будет только немножко сполоснуть и просушить. Перед тем, как добавлять ее в салат. Вот. Понадобится нам вот такой вот пучок рукава для салата, приблизительно. Вот. Мы сполоснули рукаву. Сейчас мы постелим бумажное полотенце, спинем ее на полотенце, чтобы она у нас просохла, чтобы на ней не было лишней влаги. И пока ждем картофель. Пока он приготовится. Вот. Креветки отошли. В принципе, можно их зачищать от панцирей. Вот. Чтобы в последующем их готовить. Для этого нам потребуется новинца. Берем, делаем надрез вот так вот, такой. По креветке. По спине. Снимаем панцирь. И вытаскиваем кишку. Так мы сделаем со всеми нашими креветками. Вот. В принципе, если среди вас есть большие любители креветок и любители подготовить дома, то панцирь от креветок можно оставлять. Вот. А потом делать из них, например, соус биск. Очень вкусный. Подходит он к блюдам из морепродуктов. Вот. Для этого нам нужны, собственно, панцирь и креветок. Такие овощи, как лук, морковь. Немного красного вина. Ну, и в идеале еще фенхель и шахрам. Вот. Соответственно, все вот эти ингредиенты, панцири и овощи надо будет обжаривать. После того, как они обжарятся, добавить немножко красного вина, потомить всю эту историю. И затем перебить блендером. Вот. И протереть через сито. Потому что панцирь и креветок окончательно не расходятся и будут на языке так немножко, как бы, жёстко. Жёстко на языке будет. Ну, это если столько вы любите готовить. Сегодня мы этого делать не будем, потому что это очень долго, достаточно такой длительный процесс. Вот. А рецепт биска есть на моей странице в Инстаграме. У меня там легко найти. Никита Шердеминов латиницей. Там очень много всякой красоты на этой странице. Зачастую я рецепты какие-то пишу, когда у меня настроение есть. Когда нет, просто выставляю коточки красивые с едой. Так. Мы зачистили креветки. Сейчас мы выкидываем панцири, потому что мы не будем их вставлять. Они нам не потребуются. Ни для чего, по большому счёту. Капуста. В принципе, можно сейчас сразу будет закинуть цветную капусту для нашего следующего блюда. Вот. Для этого нам потребуется её немножко подварить в солёной воде. Буквально там 10-12 минут. Вот. Затем мы её смажем устаточным соусом и закинем в печь запекаться. Вот. Тоже где-то минут на 10. Но к этому чуть позже. Я просто пока подготовлю предварительно капусту, чтобы она была. Для этого я возьму другую доску, соответственно, потому что это у нас уже в креветках. Будет не совсем это всё правильно, не совсем красиво. Вот. Капусту мы режем пополам на две ровные части. Должны получиться вот такие две ровные части. Видно тут, не видно. Ну, не видно, что они ровные, но видно, что их две в любом случае. Вода стоит. А сейчас мы можем... В принципе, сейчас я вот тыкну картошку. Смотрю, как она там себя чувствует. Она ещё не готова, поэтому... Поэтому пускай готовится дальше. В это время мы можем подготовить сегменты апельсина, которые мы добавим в наш салат, чтобы придать ему такую свежую ноту. Вот, собственно, апельсин. Мы зачищаем его от кожуры. Нам потребуется не полностью целый апельсин, потому что иначе это будет слишком избыточно во вкусе. Но сегмента где-то три, может быть, четыре. Нам точно пригодятся. Делаем такие срезы. И вот с помощью ножика вот так вот хлоп-хлоп достаем сегмент апельсина. Без косочек, без кожицы. То есть он такой нежный прям будет. Замечательный апельсин. Берём, соответственно, горчицу для заправки. Вот, зернистое, крупное зерно. Она не такая ядрёная, как русская. Поэтому мы выбрали именно её. Также нам потребуется мёд, потому что заправка медово-горчичная, а не какая-нибудь там другая горчичная. Один, два. Ну, давайте вот так вот. Примерно 60 грамм мёда возьмём. Вот у нас оливковое масло. Тоже нам потребуется для заправки. И берём вот такую вот мисочку небольшую. Можно и большую, в зависимости от того, на какое количество человек вы готовите. Я-то готовлю всего лишь на один рецепт. Вот. Хопа. Хопа. Буквально две ложки чайной. Скидываем мёд сюда же. Скидываем мёд. Всё, мёда нам больше не потребуется. Меньше тоже. Теперь мы добавляем масло оливковое. Буквально чуть-чуть нам оно нужно для того, чтобы наша смесь преобразовалась в эмульсию. С помощью венчика мы всё это дело перебиваем. У нас получается вот такой вот соус примерно для нашего салата. И мы пока уберём это всё дело в холодильник. Вообще. Вот. Наша картошка практически готова. Поэтому мы сейчас будем уже переходить постепенно к собираю на салатах. Включим вот у нас сковородка. Будем жариться. Креветки. Ещё нам потребуются томаты. Вот. Кумато черри. Буквально пять штук. Можно шесть, если вы очень любите томаты. Вот. Мы их сколоснём немножко. И нарежем черри. Будем резать мы их пополам. Буквально. И всё. А также для этого салата нам потребуется авокадо. Вот. Буквально одна штука авокадо. Вот. Собственно мы берём. Я предпочитаю хас, потому что они в отличие от авокадо другого сорта, который имеется у нас на рынке, они мягкие и вкусные. А вот авокадо, которые не хас, они как правило деревянные. И ну не знаю, что с ними делать по большому счёту. Их только в рис, знаете, закидывается. Вот берёшь рис, закидываешь туда этот зелёный авокадо. Вот. И кладёшь в тёмное место сутки, суток на двое примерно, чтобы он подошёл. А хас, они всегда хорошие, спелые, вкусные. Делаем такой надрез. И потом с помощью ножа извлекаем кость. Так. Картошку мы выключаем. И с помощью ложки, обычной, привычной 7 столовые ложки, мы извлекаем мякоть вот таким вот образом. Вот так вот. Оп. 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 Опа. Всё. Тут ничего нет, а тут всё, что нам нужно. Также мы проделываем со второй половинкой ту же самую операцию. Можно нарезать авокадо. Тут-то какой-то строгой последовательности или строгих требований к нарезке нет. Просто режем произвольно, потому что дома ведь. Вот. Я люблю кусочки покрупнее, поэтому порежу пополам буквально и ещё где-то сегментов на 7-6 может быть. Вот. Авокадо мы порезали. Картофель у нас приготовился. Доставим картофель. Вот наш готовый картофель. Выкладываем его вот сюда. В принципе, я буду обжаривать вместе с креветками, поэтому я его выкладываю на доску вместе с креветками. Кастрюля нам пока не пригодится, но пригодится чуть попозже. Для грибного соуса, для цветной капусты. Вот. Вот. Наша сковородка уже хорошо нагрелась. Прям так. Ух. Отлично. Разрезаем картофель пополам. Короче. И обжариваем всё это дело на оливковом масле. Небольшое количество, чтобы наша еда не была слишком жирной. Потому что жирная еда не очень полезна. Если кто не знал, то вот. Знаете теперь. Закидываем картошечку. Местом срезом, чтобы у неё колер образовался и корочка. Которая будет неплохо хрустеть в нашем салате. У меня тем временем закипела вода. Я закидываю первую половину цветной капусты в ланж кровать. Вот. Ввиду того, что воды не очень много, я капусту минут через 6 где-то переверну, чтобы она равномерно готовилась. И не забуду соль. Конечно же. А то я почти забыл соль добавить в воду. А вы мне даже никто ничего не сказал. Вот. Также нам потребуется ещё небольшое количество чили-перца. К маслу добавляем специи. А зачем нам к маслу добавлять специи? Ну мы может быть немножко соли буквально добавим и всё. Потому что у нас основные специи это вот чили-перец, который там будет. И медал-горчичная заправка, которая у нас лежит в холодильнике. Мы её добавим чуть позже. Вот. Ну возьмём буквально один чили-перец. Он острый и его будет достаточно. Я порежу слайсами. Небольшими, тонкими. А кто если не любит острый, например, есть такие люди, я знаю, что они существуют, то можно без чили-перца естественно обойтись. Салат от этого нисколько не потеряет. Так. Ну вот. Наша картошка уже тут немножко подобжарилась. Можно, в принципе, её перевернуть. Я делаю это руками, потому что, ну, у меня профдеформация, понимаете, да. Как бы, человек, когда работает на кухне, у него чувствительность пальцев очень сильно теряется. Вот. Поэтому у поваров, как правило, нет такой реакции на горячее. Сейчас закидываем креветки. Так. 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 У нас всё тут. У нас всё. Рукова у нас подсохла. Мы её, в принципе, уже можем смело закидывать в нашу пиалку для салата. Вот. Закидываем руку. Можно сегмент апельсина буквально вот пополам разрезать, чтобы не слишком крупно было. А то он, если было слишком крупно, будет на себя, в общем-то, перехватывать вкус весь. То есть у апельсина достаточно яркий вкус, естественно. и он будет избыточен в данном случае. Вот. Добавляем буквально чуть-чуть соли. Много не надо, потому что... Потому что соль – это белая смерть, господа. И по большому счёту, если соль не добавлять в еду, то еда не становится от этого менее вкусной. Просто рецепторы у нас уже привыкли к тому, что мы всё едим солёным. А по большому счёту еда вкусная и без соли. Замешиваем так немножко креветки наши с картошечкой. Ждём, пока они приготовятся. Кладём их вот так вот, чтобы они равномерно готовились. Чтобы не было так, что креветки у нас какие-то сырые или ещё что-то в этом нуте. Но, в любом случае, креветки не надо готовить очень долго, потому что креветки, как и прочие морепродукты, очень сильно богаты белком. А белок под воздействием температуры имеет свойство сворачиваться. Вот. Соответственно, если мы передержим креветки и прочие наши морепродукты, которые мы готовим, они будут жестковаты из-за белка. Креветки с картошкой готовы. Скидываем их вот сюда. Выключаем пока вот это всё. Добавляем томаты. Добавляем авокадо. Добавляем чили-перец. Вот, собственно, осталось только добавить заправку медово-горчичную, которая у нас уже подготовлена. Мы её добавляем. Замешиваем наш салат, получившийся. Вот. В принципе, можно его замешать здесь, а выложить где-нибудь в другой тарелке. Почему бы нет? Чтобы его было лучше видно, по большому счёту. так вот мы тщательно перемешали наш салат. Давайте я его на другую тарелку выложу, чтобы его было лучше видно, а то что-то не очень как-то. Заправку можно делать заранее, заправку можно делать как бы до... как угодно, как вам удобно. То есть, она за счёт своих ингредиентов, которые входит в её состав, она достаточно долго может храниться в холодильнике. Вот. Ну и сейчас мы, собственно, будем выкладывать наш салат. Тарелку. Вот. Вещь, на самом деле, достаточно полезная как бы, потому что все мы знаем о пользе авокадо, о пользе креветок и так далее, и тому подобное. Вот. Но она достаточно сытная за счёт картофеля, в котором очень много углеводов. Ну и такой. Такой тёплый. Тёплый салат, можно сказать, потому что обжаренные креветки, обжаренные картофели. Так. Ну, в общем, получился у нас вот такой вот салат. Немножко наклоню. Надеюсь, не вывалится. Вот. Сейчас мы его попробуем, естественно. Пробовать, естественно, надо всё вместе. А можно по отдельности. С картошкой и салатом. Очень вкусно. Так. Теперь мы переходим к приготовлению цветной капусты. Первая половина нашего кочана уже подварилась. Поэтому мы ставим закидывать. Закидываем вторую половину. Вот. Я пока включил духовку. А капусту я вначале подвариваю под солёной воде. Затем я буду её обмазывать устричным соусом. Вот. И затем мы поставим её запекаться в печь. Вот. К ней будет идти соус из грибов, из шампиньонов. Небольшое количество. Потому что мы делаем на одну порцию. Вот. И также туда будут идти маринованные лисички. Дополнительно ко всей этой истории. Вот. В общем, вот так. Для того, чтобы приготовить соус, мы шампиньоны подрежем немножко. Буквально там на четвертинки на какие-то. Вот. И затем мы шампиньоны немного подварим. Вот. Вот. Естественно, разнообразит, как бы, вкус этого продукта. Так. Ну всё. У нас подготовилась уже вторая половина капусты. Поэтому мы сейчас начнем её смазывать. вот. Добавляем устричный соус. Вот. Вот. Ну всё. Мы смазали нашу капусту. Можно закидывать её в печь. Вот. Мы капусту скидываем в духовку. Да. У меня всё из метра. Понимаете? Как бы они мне вот всего... Я уже в самом начале эфира сказал, что метра привезло мне продукты. Вот. С которых я, собственно, всё готовлю. То есть, все продукты, которые я сегодня использовал в приготовлении там салата и вот сейчас в приготовлении капусты, они все из метра. Как капусту расскажите? Ну, смотрите. Капусту мы брали вначале, бланшировали в подсолёной воде. Вот. Бланшировали в подсолёной воде. И после этого закидывали его, ну вот я только что буквально закинул в печь, смазывав предварительно устричным соусом. Вот этим вот. Можно брать любой другой. Собственно, вот так. То есть, в воде я её держал где-то 12 минут примерно. И сейчас в печи буду тоже на 180 градусов, на продуве тоже где-то в районе 12 минут. Примерно так. Если у вас большое количество кипятка, да, в котором полностью погружается капуста или полкачана или какое-то определённое количество капусты, то где-то 6 минут буквально. Вот. Но ввиду того, что у меня был качан достаточно крупный, а воды было достаточно мало, то я на каждой стороне держал по 6 минут, чтобы оно равномерно приготовилось. Ну да, 6-10 минут. В зависимости от того, какое у вас отношение к цветной капусте. Кто-то любит, чтобы она немножко хрустела, аль денте была. Кто-то любит, чтобы она была прям готова полностью. То есть, если вы любите аль денте, то где-то 6-7 минут. Если уже, когда она готова полностью, то 10-12 примерно. Да. Соус я вот готовлю. У меня сейчас готовятся шампиньоны. Когда они будут готовы, я их измельчу блендером, добавлю небольшое количество соли, небольшое количество оливкового масла, чтобы соус был более гладким, ну, по текстуре более ровным. И всё, соус готов. Грибной, да, грибной соус у нас будет из шампиньонов. Можно использовать любые другие грибы, которые вам больше нравятся. Можно заменить соусом, который, знаете, тут-то одна особенность такая должна быть. Соус должен быть достаточно, ну, тягучим. То есть, он должен задерживаться на стенках капусты. Потому что, если он будет, допустим, слишком жидкий, то он будет просто стекать с капусты, и толку в этом не будет ровным счётом никакого. То есть, я использую устричный, потому что в устричном соусе у нас содержится умами усилитель вкуса, условно говоря. И, ну, тем самым мы усиливаем вкус, плюс ко всему он по консистенции именно очень сильно подходит, потому что он не стекает. То есть, он вот застрял на стенках капусты, и он на ней прям стоит, держится. И, то есть, во время запекания он будет на стенках капусты. То есть, нужен такой достаточно густой соус. В принципе, можно использовать там томатный какой-нибудь. если вы любите томаты, можно использовать песто, например, также в том же, в этом случае. Ну, грибы у нас, в принципе, готовы. Думаю, сейчас совсем скоро капуста будет готова. Соус мы вот сейчас сделаем. Соуса немного, как бы, потому что мы делаем на одну порцию капусты. Поэтому не делаем очень много. Вот. В песто, ну, желательно кедровые, потому что у них такой вкус яркий, но можно и другие попробовать. Я бы советовал, наверное, миндаль, может быть, фундук. Только подсоленые, чтоб они были желательно. Добавляем небольшое количество масла. Небольшое количество соли. Да, нужно и кешью. Кешью достаточно такой нейтральный вкус. И поэтому он явно не исполнит песто. Сейчас мы много чем не задействуем, потому что грибов оказалось слишком мало, и они не так хорошо перебились, как я бы хотел. Поэтому мы добавим туда немножечко совсем, совсем кипятка, совсем чуть-чуть. Чтобы все было хорошо. Капуста у нас подрумянивается, готовится. Сейчас мы сделаем соус. Маринованные лисички у нас уже есть. Поэтому буквально 2-3 минуты, и наш блюдо будет готово. Сейчас у нас печальник пошумит, потому что он стоит рядом с телефоном. А на повара можно, да. Я бы на самом деле советовал, если именно хотите в профессию пойти поварскую, ну просто начать, да, вот есть желание у вас такое, то можно просто поискать какое-нибудь место, где требуется либо помощник повара, либо там допустим повар без опыта работы. потому что я вот сам проходил курсы, потому что я по образованию не повар совсем. Вот. И я, в общем-то, прошел эти курсы, и могу сказать, что они мне не пригодились совсем. То есть я пришел на работу, и те знания, которые мне давали на этих курсах, они мне не пригодились абсолютно. То есть если хотите уходить в профессию, то можете просто прям сразу пробовать это делать. Ну а если хотите там суперквалификацию повысить, то можно нам в Петербурге, например, есть школа СВЧ, где вас неплохо так прокачают. И я знаю, что это пошел в модернеах, так что я беспалит, здесь и дело во раз Ш bottleюхаткацию по расп�� yourself part κα Зап�. Вот так я, в clam 설명у, что я купю эти курсы. И я пленю со какой стежка со своими острыми дорогами, pre-зばёмки поatkам. кто-то следуетen... Clint Easton! Вот, все, соус готов, капуста у нас также готова, поэтому мы можем, в принципе, сервировать нашу тарелку. Так, я выключаю духовку, сейчас. Духовку я выключил, сейчас будем выкладывать капусту. Такая вот у нас капуста получается красивая. Так, теперь мы добавляем соус. Добавили соус. Добавляем лисички. К этому всему. Можно использовать свежие, на самом деле. Сейчас они еще есть. Вот, и это будет очень прикольно. А я сейчас, да, самостоятельно работаю, я шеф-повар в ресторане Кураж в Петербурге. Вот, и, ну, если мне нужны какие-то новые знания, я, как правило, читаю литературу, ну, желательно на английском языке, потому что на нашем языке хорошей литературы очень немного. Вот, в общем, цветная капуста наша с лисичками. Вот цветная капуста. Вот наш соус. Пробуем. Берем соцветие. Выкунаем в соус. И пробуем. Капуста готова. Вот, по большому счету у меня все. Поэтому я с вами прощаюсь. Было очень приятно общаться, рассказывать, готовить для вас. Всего доброго и приятного аппетита.